всем доброго времени суток уважаемые зрители ну и конечно по вашим многочисленным просьбам как вы поняли по картинке на экране сегодня у меня будет видео про катушечку вот хозяин этой катушечки меня убедительно попросил снять на нее видео и конечно по его просьбе мы сейчас конечно это все и будем делать вот сегодня у меня катушечка вот такая вот sustain c3000 хайгир вот это у нас модель 17 года если мне память не изменяет и сейчас мы будем это все смотреть наступает зима и традиционно наступает время для ремонта и того катушек вот давайте посмотрим информацию традиционно по данной катушки кому интересно вот есть взрыв схема давайте тоже посмотрим вдруг кому-то это потребуется это поставить видео на паузу и посмотрим видим катушечку у нас хайгир скоростная катушка проблематичная но не в этом суть кое-какие проблемки я уже подустранил и про это мы не будем касаться нас именно интересует конструктивной особенности данной катушечки вот видим что такой кноп кноп на этой катушке у нас стеллы грубо говоря 10 года наверно можно так сказать будет идентичен насколько я визуально вижу судя по шуму все понимают что подшипником там уже конец катушка тоже издает такой неприятный звук но это нас тоже не интересует на то все уже в процессе ну что будем двигаться вперед снимаем шпулю видим подшпульный механизм подшпульный механизм у нас данной ситуации традиционный практически как и на многих катушках снимаем регулировочные шайбы кстати катушечка до меня уже разбиралась вот по сути думаю много тут не нужно комментировать вот он весь механизм видим что здесь стоит у нас подшипник вместо втулочки вот он вот весь наш подшпульный механизм что еще хотелось бы закомментировать именно по этому механизму есть вот здесь такой нюансик стоит данный момент такое вот колечко она же как бы является чуть чуть небольшим стопором чтоб подшипник не соскользнул но не в этом его смысл потому что как бы сказать все равно он у нас поджимается да этот подшипник никуда не соскользнет потому что он у нас упирается вот в эту ваша и бочку но какой нюанс нюанс тот видим на этом колечке да ну скажем так пружинки есть вот такой вот загиб этот загиб у нас ложится вот 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 прорезь на самой шестереночки не и он вот так вот вставляется и мы видим что такая вот ну то не шестеренка вот это зубчатый этот венец сам он буксует до соответственно от этого мы наблюдаем что в одну сторону у нас когда он соприкасается с собачкой у нас механизм трещит в другую нет потому что в другую он просто упирается и прокручиваются но бывают моменты с этим механизмом что он просто сюда набегает зубец вот этот вот шпуля и начинает тянуть шестерню вместе вот с этой вот пружинкой да сам прокручиваться соответственно она крутится вместе с ней и трещо . сама таким образом не работает так что вот поэтому вопросу тоже люди задают вопросы к купю новую катушку в одну сторону трещит другую не трещит бывает и туда не трещит есть такой вот нюанс у шумана в этом пошпульном механизме что часто вот это вот проволочная пружинка она прокручивается и не создает достаточно усилия чтобы зубец как бы сказать этот вот собачка это перепрыгнула по зубцам и создала вот этот звук трещания крутится вместе с ним то есть тут понятно нужно просто как бы усилить это зацепление его сделать каким образом вы будете делать у каждого свой путь видим вот такую вот гайку фрикциона напоминает у нас страдики там 16 года стопорное кольцо вот весь фрикционный механизм и видим что шайбы здесь у нас и по карбоновая они уже не фетровая а весь механизм на собор на таких вот углеродистых карбоновых шайбах так видим что шпуля находится и еще один подшипничек вопросов никаких не возникает думаю на видео всем понятно все еще крутится по ходу до утра надо тормозить вот тут уже нужно понимать что с излишней смазкой фрикционного механизма тоже не нужно борщить в этой жизни потому что она потом выдавливаться попадает на этот подшипник и бывает очень часто эти подшипники выходят из строя вот ну я думаю разницы не будет влиять фетровые это или карбоновые эти шайбы все равно со смазкой здесь не нужно слишком переусердствовать вот разбираем видео наверно будет длинным где-то буду в лишнее урезать вот такая ручка видим юбка разделительная втулка на ней стоит такой вот резиновый пыльник который у нас вот видите защищает как бы пытается закрывать вот этот вход чтобы не попадала у нас на коренной подшипник ведущей шестерни влага грязь пыль до так видим здесь уже стоит у нас на оси подшипничек должна стоять по моему втулка я даже кручу пальцем понятно что он уже убитый это вот уважаемые зрители любителям дешевых подшипников это уже практика и жизнь показывает что думаю слышно наверно что вот эти вот дешмановские подшипники некачественные их не хватает даже на сезон ами виду по крайней мере в таких условиях которую рыбачу я ну тут конечно люди закричат да у меня там китайская катушка 10 лет я там дергаю окуньков с мизинец мне там на 10 лет хватает может быть 10 лет еще и перебрал конечно может быть на пять лет почему бы и нет но если еще ты грубо говоря пофигист тогда да я надо тут у всех понимание конца она разная кто-то рыбачить пока колом не встанет и считает что это еще работает у кого-то что-то зашуршало заскрипела тут считает что вот уже есть какие-то проблемы подшипник регулировочные шайбы их 10 как мы наблюдаем три штуки кноп практически как я понимаю такой же как от стола 10 второй подшипник но тот скорее всего оригинальный был он получше но не намного не намного тоже убитый ничего тут сильно комментировать не буду по этому поводу почему не хочу комментировать потому что эту катушечку уже разбирали до меня и обсуждать работу ну других людей как бы сказать своих коллег или специалистов я таким не занимаюсь как бы сказать это непрофессионально так мы имеем что имеем видим что резьба на одном саморезе ю нет все кирдык с этим мы будем бороться видим вот такой вот кожух чехол для гайки ротора чтобы не раскручивалась сверху имеем такой защитный пыльник или сальник кто как хочет тут так тут так и говорит все это мы делаем масштабе реального времени видим что на данной катушке уже обгонная муфта нужен стопор обратного хода как его только не называет он у нас уже вот такой вот интересный сверху мы видим такую плоскую крышку вот когда мы сейчас крутили мы слышали звуки да мы видим что внутри у нас есть вот такая вот стружечка такая стружка то возникает это просто водоотталкивающиеся покрытие вот она сделала на сверху нанесено и видим в каких местах она задевает видим накатанные дорожки это говорит о том что она задевается потому что она у нас крутится вместе с ротором так как тут другого варианта у нас конструктивно нету она у нас вот так от одевается на шейку ротора но именно как защита до до самой шейки ротор от проворачивания она у нас никакого не несет потому что видим как она свободно болтается но никак его не опрессовывать не обжимает и при случае нагрузки как бы сказать больших нагрузок она никак саму шейку ротора не усиливает вот а крутится она у нас соответственно вместе с ротором и вместе как бы сказать со вторичной шестерней тормозным барабаном соответственно она крутится относительно самого корпуса обгонной муфты и местах где она соприкасается мы видим она у нас натёрла почему так происходит мы сейчас будем процессе это этого всего разбираться но конструкция не супер не супер-пупер удачная мы видим так как она крутится буквально небольшой перекосы и задевается перекос может быть даже просто при затяжке корпуса быть как я понимаю просто корпус ступора обратного хода затянут относительно корпуса или оси вторичной шестерни чуть-чуть перекосом да и все что сидит на вторичной шестерни крутится относив 3 относительно оси вторичной шестерни этот перекос корпуса может быть чуть-чуть перекошено и задевать любом случае это все может гулять это все ну я не вижу в этом никакого супер однозначно это головняк на мой взгляд то что они вот теперь здесь и делают якобы такой вот лабиринт видите чик-чик-чик и якобы защита от грязи и воды не кажется это все шляпа потому что когда все попадает в воду все проникает раньше на старых моделях шимана ничего этого не было и все было нормально на самом деле попадания в обгонную муфту воды это не приводит к какому-то явно выраженному отказу вот она вот вода и так сюда попадет потому что если одеть сюда да мы видим что есть у нас места пусть они прикрываются шейкой ротора все равно все равно есть куда попасть все эти решения новых катушках созданы как мне кажется маркетинговый больше ход что якобы ребята чем-то в этой жизни там занимаются инженеры шимана что-то улучшается им же нужно показать свою подвижку движуху как бы в целом вот они как раз эти занимаются ну так конечно головничок из-за того что она будет протираться это либо нужно будет увеличивать этот зазор потом ну к примеру если у кого-то не будет получаться сюда подкладывать шайбочки маленькой и поднимать относительно чтобы больше зазоры если вам не удастся точно все выставить вот смотрим дальше что у нас дальше дальше мы видим сбитый шлицом саморезы сбитый шлиц прям очень сильно сбитый шлиц я когда кручу смотрите как он интересно криво идет даже такое ощущение то ли они погнутые то ли шляпки вылиты неровно понять не могу ну ладно не в этом суть так нюансы вот она стоит стопор но это резиновое уплотительное кольцо снизу она тоже должно стоять вот когда будете это дело все собирать не переворачивайте это все таким образом собирать вот так я думаю кто это смотрит тот понял о чем я говорю и кому это адресовано снимаем вот он сам тормозной барабан сама муфта вот второе уплотнительное кольцо за что они борются я не понимаю вот этими уплотнительными кольцами катушки раньше и без этого все ходили со старыми безотказными стопорами обратного хода очень хорошо себя чувствовали никаких проблем не было все было нормалды сейчас же вот такие вот обновленные стопоры обратного хода приводят к участившимся их отказом видим что смазан он уже неправильно туда напишем на густая смазка на новых здесь они конечно не пишут но у гризда но от этого ничего не поменялось стопор надо будет промывать весь и смазывать нормальной смазкой видно даже по тормозному барабану вот она применена неправильная смазочка так подтормаживающееся кольцо механизма автосброса знать торцевую декоративную крышку снимается все легко и непринужденно все это делаю стоя чтобы все понимали на ногах спина больная болит но чуть-чуть я потерплю видно что люди пытались ставить метку метки теперь аккуратненько снимаем вот видим что у нас как бы сказать несущая да сама как бы сказать несущий корпус основной до слабкой крепление у нас металлический сделан очень качественно качественное литье качественное внутри внутреннее покрытие традиционно для шумана данный момент здесь и видим что есть под винтики места да ну как допустим в твине который держит подшипник их здесь нет вот вопросов нет подшипнику да тут все в пределах нормы убираем трамплинчик для сама сброса вот не очень можно не в этом суть так разбираем дальше видим такую главную пару традиционную для шумана регулировочные ошибок медные сверху видно что на шайбах мы видим такие вот обжимающуюся полоску до договорит о том что главная пара была по ходу перетянута но она и так была перетянута чуть-чуть даже полоска об этом свидетельствует так в принципе напыление что где-то стерлась я не наблюдаю катушка все-таки семнадцатого года но очень старая не думаю что здесь могут быть какие-то серьезные проблемы механизм традиционном видим одну один всего стабилизатор или одну направляйку вынимается безо всякого усилия просто вот таким образом также вынимается вторичная шестерня видим что соответственно она у нас скоростные коренной подшипник вторичной шестерни вопросов никаких нет все конечно уважаемые зрители я сейчас смотрю на скорую руку чтобы быстрее в экспресс-режиме разобрать ну а вы конечно смотрите кому надо тут для себя увидит поймет штук со мной кареткой бегунком тоже все традиционно все в пределах нормы обращаю внимание вот на этого соединения кто мои видео когда-либо смотрел я уже про это устал говорить мы сейчас это проверим здесь все в порядке здесь мы видели чтобы переусердствовали тянули так сместили что прям задевает у нас хвостовик самого бегунка но там и подправим еще раз да все в порядке видим вот такой вот каскад шестерни привода бесконечного винта они у нас привод приводится от вторичной шестерни они у нас пластмассовые или пластиковые кто как хочет так и называйте разбираем саморез стопорная крышка так надеюсь и мы видим уже такую стальную шайбочку пружину изогнутую которая у нас уже подпружинила или дэмфи дэмфирует сам как бы сказать подшипник здесь у нас стоит мы видим подшипничек да ты чё не может быть подшипник не в лучшем состоянии почему-то обычно на бесконечнике они не выходят быстрее из строя быстрее своих коренных от этого еще раз упоминаю что вот эти подшипники дешмановские которые приходят он уже снове работает хуже чем десятилетний бывший шимановский подшипник сам бесконечный облегченный там специальных сплавов там алюминия там еще что-то сверху просто покрытие все это делается легкими движениями чтобы не травмировать пластмассовая пластиковая шестерни разделительная шайбочка все плотненько сидит коренной подшипник ведущей шестерни также у нас подшипник хвостевых хвостовика вторичной шестерни странно ничего здесь не стояло сейчас я по схеме посмотрю вопросов нет да должна быть между подшипником здесь вот шайбочка ну это ладно по схемке это мы исправим крышка корпуса сделано из пластика остался у нас ротор изнутри традиционно видим тягу привода сама сброса все работает регулировочная шайба которая регулирует зазор зазор в коромыслах и смотрим что у нас здесь и здесь у нас вот такой вот неразборный модуль подшипник запрессован сам ролик лесоукладывателя набивка смазки видим что по бокам они делают теперь такие вот втулочки втулочки типа как сейчас у них можно выражаться лабиринтного типа чтобы не проникала вода здесь они эти пустоты лабиринта заполняет смазкой диджи 18 раньше у них там была диджи 14 вот это дело наблюдаем можно даже смоделировать ситуацию видите как они все закрывает туда набивает смазочки чтобы якобы у нас туда не проникала агрессивная среда видим что ролик отличается от ранних моделей семейства шимана видим что даже невооруженным взглядом видно что ширина подшипника теперь увеличена потому что очень много было жалоб и не просто жалоб а это было реально по факту да что вот эти вот запрессованные там подшипники быстро накрывались они учли видим что теперь рулечек такой вот у нас пошире сам по себе и подшипник у нас тоже теперь стал пошире ну скажем так высота его увеличилась а то есть и его запас прочности тоже увеличился шума она сделала выводы видим здесь они пытаются пытаются сделать что-то лучшую сторону посмотрим как они будут работать он такой вот суппорт здесь у нас стоит демпфирующая прокладочка ну и сама дужка с коромыслом все традиционно схема чуть-чуть от традиционных шимановских она под изменилась и мы видим теперь уже сам механизм откидывание и как бы сказать сброса дужки он теперь уже вернее не сброса механизм ну да и сброса теперь у нас находится в левом плече потому что ротор у нас поменял свою конфигурацию он стал с более лучшей развесовкой более отбалансирован с более легким стартом тут они тоже двигаются вперед вот здесь у нас просто коромыслом также с регулировочной шайбой саморез здесь оказалось у нас с коромыслом мы видим только вот как бы сказать даже не то чтобы ступор фиксатора только тот маленький пин пик элемент который создает нам вот этот щелчок звук чпук который перепрыгивает у нас он через эту ступенечку видим что он уже съедает у него потом вообще съест и как бы вот по барабану если вы здесь и хотя бы был бы скос он бы хотя бы там и что-то бы там может быть фиксировал но он сейчас эту ступенку съест и называть как фиксатором его уже будет называть трудно просто даже звука перестанет издавать но в данной катушечки мы видим он у нас стальной они пластмассовый потому что если поставить пластмассовую то съестся сам пластмассовый да а тут съестся ступенька на коромысли стимаем декоративную крышку и видим все так же традиционно тяга тяга самосбросов сам ротор ну вот уважаемые зрители вроде все мы разобрали на камеру все все видели ну и теперь моя задача это все промыть прочистить отрегулировать привести в чувство что было не так и собрать давайте посмотрим что из этого получится ну вот уважаемые зрители моя работа по данной катушечки подходит к концу чтобы хотелось отметить из важных конструктивных особенностей в данных новых современных катушек шимана то есть в их новых концепции как мы знаем что стопор обратного хода муфту они поменяли уже давненько да как бы сказать они уже там после тринадцатого года с четырнадцатого там или с пятнадцатого пошли это уже все делать и мы видим что более современных моделях у нас еще и пошло как бы сказать заработка к этому стопору обратного хода вот такая вот лабиринтная защита от попадания влаги вот первое что хочу сказать нужно очень качественно и четко выставлять как бы сказать безо всяких перекосов сам стопор обратного хода так чтобы вот расстояние было по всему радиусу одинаковое чтобы при вращении видим что его нигде не перекашивать чтобы не зацепляло да иначе будет возникать такое ощущение что как будто у нас цепляет ротор если видео смотрели с самого начала это было показано как этот звук присутствовал также что я сделал я в первую ступень лабиринта поставил масляный барьер это синтетическая водоотталкивающаяся мягкая смазка которая практически не замедляет плавность хода или сам ход видим да она в первой ступени этот масляный барьер присутствует заполняет все свободное пространство да первой ступени не лабиринтно и по сути дела как максилит будет отталкивать попадание влаги на ход практически не сказываться но этот масляный барьер лишним однозначно не будет это типичная как бы сказать тактика моя если вы смотрите мой канал видео я показывал так же как и масляные барьеры ставится допустим здесь вот в таком кнопе там и еще там в разных там местах это хорошая ловушка для всякого рода агрессивной среды вот видим что катушечка беззвучно мягко идет масляный барьер не сдерживает абсолютно ход все идет мягенько ничего не задевает вот ну и продолжим дальнейшую сборку также восстановил внутренний диаметр где у нас была срезана резьба саморезом да в принципе все у нас нормально осталось все собрать и посмотреть все работает никаких проблем нету осталось только поставить под шпульный механизм и мы видим есть у нас небольшая проблема с укладкой сейчас мы это дело все под регулируем ну вот уважаемые зрители мое видео подходит к концу под регулировал я укладку шнура на шпуле ну я считаю это должен каждый спиннингист делать сам потому что в комплекте с катушками вкладываются регулировочные шайбы где в подшпульном механизме можно изменить укладку шнура и укладка шнура для каждого спиннингиста под его задачи под его стиль ловли под его рыбу там под его снасти ну короче под кучу всевозможных факторов она должна быть своя какая ему нужна от этого каждый делает такие вещи сам или по крайней мере должен делать такие вещи сам вот мое видео уважаемые зрители подходит к концу всем кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с друзьями до свидания до новых встреч